Свой логотип и гимн Дня Благодарности появился в Кустанайской области. Их авторами стали школьники и педагоги. Конкурс длился больше месяца. Жюри выбрали лучшие работы из более ста представленных. Накануне праздника победители участвовали в Доме Дрожьбы. Работа Гульнас Бикеева и ее одноклассников заняла в конкурсе третье место. Логотип Дня Благодарности сельские школьники изобразили в виде солнца. Солнце – это как по идее тепло. Тепло, радость, счастье. На лучках солнца написано на 12 языках «Спасибо». Потому что когда-то давно, когда было трудно всем национальностям, их переселили на степи Казахстана. Наши предки приутили их к себе домой, дали им ночлег, еду, тепло. А этот логотип стал победителем. Его автор – семиклассник из поселка Карабалык. Лучшую работу выбрали из 92 представленных на конкурс. Участников на лучшее музыкальное произведение в четыре раза меньше. И победа в этой номинации далась намного сложнее. Требования были и к литературному тексту, и к музыкальному исполнению. Потому что если пишешь текст, то музыка у каждого ложится по-своему. Слова и ноты совпали у коллектива из Рудного. В творческом миксе школьников и учителей родился гимн Дня Благодарности. Слова песни написал наш учитель математики. Музыку, педагоги и дополнительное образование решили, что наши десятиклассницы, девочки, вспомнят данную песню. После доработок и утверждения областным маслехатам логотип с гимном планируют отправить на республиканскую комиссию. Их предложат в качестве официальных символов Дня Благодарности для всего Казахстана. Наталья Строкова, Ирмек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24.